Два сильнейших хищника Африки господствуют на просторах ее саванн. Могучие львы охотятся в группах и преследуют добычу, которая не по зубам другим хищникам. Гиены тоже непревзойденные охотники, но они не брезгуют и другими возможностями добыть пропитание. Их мощные челюсти с легкостью разрывают шкуру и перемалывают кости. Оба хищника пытаются прокормить свои большие семьи, обеспечивая круговорот жизни и смерти в африканских саваннах. Остальные довольствуются их объедками. Выживание этой разношерстной группы санитаров природы во многом зависит от гиен и львов. Герои дикой природы Пожиратели объедков Лев гордо занимает вершину пищевой цепи Африки. Он – царь всех зверей. Эти суперхищники обладают невероятной мощью и грацией. Они охотятся на крупнейших и опаснейших животных Африки, подминая под себя других хищников в борьбе за пропитание. Нет более внушительного зрелища, чем львиться на охоте. Она незаметно подкрадывается к своей цели и внезапно нападает на нее. На подмогу приходит еще одна львица Прайда. У зебр нет ни малейшего шанса. Львами восхищаются во всем мире. Эти царственные звери живут на просторах саванн в больших семейных группах – прайдах. Тогда как львами восхищаются, над гиенами насмехаются. Эти ловкие оппортунисты считаются клоунами африканских степей. У них сложилась дурная репутация злобных и маниакальных существ. Но совершенно незаслуженно. Их считают в первую очередь падальщиками. Хотя они превосходные охотники, некоторые гиены убивают 95% своей добычи. Как и львы, гиены также живут в строгой социальной иерархии. Но отличает их способность извлекать для себя пользу из ресурсов, которыми брезгуют другие хищники. Гиены и львы сосуществуют в сложных отношениях соперничества и взаимопомощи. Их добыча обеспечивает пропитанием не только их собственные прайды и кланы, но и множество других крупных и мелких животных. Существование всех этих падальщиков во многом зависит от двух суперхищников Африки. Они выживают, доедая чужие объедки. Львиный прайд пережидает жаркое время дня. Пока они отдыхают, можно уделить время играм и нежности. За детенышами присматривают все взрослые особи прайда. Львят будут защищать и кормить, пока им не исполнится 16 месяцев. Мама этих львят прожила всю жизнь в этом прайде бок о бок с другими львицами. Ее сестры, тетушки львят, помогают ей в воспитании детенышей. Львицы прайда помогают друг другу выкармливать детенышей, таким образом совместно воспитывая потомство. У львов нет определенного сезона размножения, но воспроизводство внутри прайда зачастую синхронизировано. Львицы производят на свет пометы до четырех детенышей почти в одно и то же время. Благодаря этому все львята в прайде одного возраста и размера, что дает им равные шансы на кормление и в конечном счете на выживание. Детеныши начинают питаться мясом уже в возрасте двух месяцев, но львицы продолжают выкармливать их молоком до шести месяцев. Для этого детеныша пятнистой гиены жизнь складывается иначе. Она живет в клане, где самки занимают более высокое положение в иерархии, чем самцы. Весом почти в 70 килограммов мать этого детеныша на целых 10 килограммов тяжелее любого самца. Детеныш не упускает ни единой возможности исследовать внешний мир. В отличие от львов, гиены выходят на охоту всем кланам. Никто не остается присматривать за детенышами, поэтому они прячутся в логове под землей. Этот детеныш самка. Она родилась с хорошо развитыми зубами. Но она продолжит питаться исключительно молоком своей матери, пока не достигнет 9-месячного возраста. Молоко гиен очень питательно. В нем самое высокое содержание белков по сравнению с молоком других наземных хищников. В отличие от львов, самки гиен выкармливают и воспитывают своих детенышей самостоятельно. И поскольку они размножаются в разное время, в кланах могут быть детеныши разных возрастов. Поэтому у этого детеныша есть старшие братья и сестры. Эти молодые гиены уже почти полностью сменили короткий темный мех на пятнистую окраску, за исключением ног. Они уже достаточно взрослые, чтобы участвовать в совместной охоте клана. Самки остаются в клане всю жизнь, а самцы должны будут его покинуть по достижении половой зрелости в возрасте одного или двух лет. Они присоединятся к другим кланам в поисках возможности спариться. Детеныши самки останутся в этом прайде на всю жизнь. А вот их братья, как и самцы в кланах гиен, должны будут покинуть стаю в два-три года, чтобы найти свое место в другом прайде. Им придется сражаться с другими самцами за статус вожака. Смена лидера может привести к ужасным последствиям. Новоприбывшие самцы постараются уничтожить всех львят прайда, чтобы склонить самок к новому спариванию. Детеныши смогут выжить только в том случае, если самки прайда помогут самцам дать отпор чужакам и предотвратить смену власти. Главную опасность для детенышей представляют жестоко настроенные взрослые самцы, которые могут попытаться захватить их прайд. Главную опасность для детенышей Clayton Субтитры создавал DimaTorzok Даже самые крупные и величественные животные саванн могут быть уязвимы, причем порою угроза исходит от их собственных сородичей. Самцы носорога сражаются за территорию с помощью огромных рогов. Они могут быть смертельно опасными. Этот самец оказался гораздо слабее своего противника, который погнался за ним, когда тот попытался сбежать. Эти ссадины на коже остались от многочисленных ударов рогом, а в конце ему нанесли смертельный удар, разодравший его переднюю ногу. Как и все животные, даже исполины саванн рано или поздно умирают. И когда это происходит, перед пятнистыми гиенами открывается возможность воспользоваться своими навыками падальщиков. Благодаря невероятно острому обонянию и слуху, они часто находят тушу первыми. Молодой самец подходит осторожно. Соблазн тут же наброситься на тушу велик. Но это опасное место. У львов тоже чуткое обоняние, и они не брезгуют падалью. Но горизонт чист. Подходят другие гиены из его клана. Поднятые хвосты двух самок говорят об их уверенности и оживлении. Не теряя времени, они тут же вгрызаются в толстую шкуру носорога. Высокий статус в клане позволяет им первыми выбирать лакомые кусочки. Молодой самец терпеливо ждет своей очереди. Подбирая объедки по возможности. Внушительные плотоядные зубы гиен разрывают даже самую жесткую шкуру. А более жесткой шкуры, чем у носорога, здесь не найдешь. Наконец-то они добираются до самой лакомой части – жирного мяса. Старания гиен не остались незамеченными. Многие животные стараются избегать львов и гиен, но некоторые намеренно их высматривают. Эти грифы следовали за гиеной в надежде, что она приведет их к туша. Но им придется подождать своей очереди. Как и самцу, который первым нашел убитого носорога. Он изгой. Пришел в этот клан из другого, который ему пришлось покинуть в возрасте трех лет. Спустя какое-то время клан его все-таки принял. Но как самец, он занимает более низкое положение в иерархии по сравнению с самками. А поскольку он родился в другом клане, у него более низкий статус, чем у самцов, которые родились здесь. Единственные существа, над которыми он возвышается, это наблюдающие за ними грифы. Несмотря на то, что это именно он нашел для всех пропитание, он не осмелится рискнуть урвать хороший кусок, пока рядом самки. Им необычайно повезло найти тушу этого носорога. Ее хватит, чтобы кормить весь клан несколько дней. Весом больше тонны, это гигантская травоядная представитель группы самых крупных и сильных животных саванны. Ни один хищник не осмелится напасть на них. В эту группу тяжеловесов входят носороги, бегемоты, и крупнейшие наземные млекопитающие – африканские слоны. Весом в 5 тонн этот слон находился в безопасной зоне и мог не бояться нападения хищников. Но его огромные размеры не спасли его от старости. Первыми пировали львы. Затем вдоволь наелись гиены. Теперь очередь остальных. Чепрачный шакал не смог бы сам вскрыть тушу такого размера. Он ждал, пока это сделают львы и гиены. Шакалы – великолепные охотники, но они не упустят ни одной возможности покормиться падалью. Эта туша – шанс поесть, не приложив при этом никаких усилий. Шакалы образуют моногамные пары и не сбиваются в сложные социальные группы, но собираются в большом количестве у источника пищи. Туша слона кажется иссохшей, но в ней еще достаточно ценных питательных веществ. Огромные размеры слона защищали его при жизни от хищников. А вот любое животное весом меньше тонны подвергается постоянной угрозе со стороны охотников саванны. И самый грозный из них – лев. Одна из львиц Прайда убила бородавочника, и сейчас двухмесячные львята впервые пробуют мясо. После львов остаются два типа объедков. Останки добычи, которую они сами убили, как этот бородавочник, и туши, на которые они набрели, как тот слон. Животные, которые весят, как этот бородавочник, составляют больше половины рациона большинства хищников саванны. Львы могут довольствоваться и такой закуской, но невероятная сила и способность нападать организованными группами позволяет им охотиться на таких крупных животных, как буйволы. 70% добычи некоторых Прайдов составляют животные тяжелее 300 килограммов, в том числе зебры, жирафы и буйволы. Крупные самцы медленнее самок и поэтому редко участвуют в охоте на проворных зверей, тем самым заработав незаслуженную репутацию ленивых дармоедов. А вот если нужно завалить 800-килограммового буйвола, без грубой силы никак не обойтись. На долю самцов приходится значительная часть буйволов, убитых на просторах саванн. Вдоволь насытившись, довольный альфа-самец счастлив разделить свою добычу с некоторыми самками Прайда. Тогда как импалу они проглотили бы мигом, взрослого буйвола им хватит надолго. И вот эта буйволовка просила прямо сюда. И вот здесь можно уже видеть чего-то миллионцитры. Очень много достигнут. Так что-то очень медленные пассажированы и С наступлением вечера шакалы выходят на охоту. Самец и самка моногамной пары отправляются на поиски пищи поодиночке. Но они переговариваются между собой. Они знают, что лучше всего львы охотятся ночью. Так что с наступлением темноты у шакалов будет больше шансов найти тушу. Им повезло. Вдоволь насытившись, львы оставили тушу буйвола без присмотра. Это возможность для шакала поживиться падалью. Но он здесь не один. Этот самец чужак. Он пришел с соседней территории. Он мог учуять запах туши за километр с подветренной стороны. Следуя на запах, он пришел к его источнику. Но хотя еды хватит обоим, первый самец не хочет делиться. В этой туши мяса больше, чем сможет съесть один шакал. Но жизнь в африканской саванне непредсказуема. Поэтому любую возможность поживиться едой надо использовать по максимуму. Наевшись, он спрячет куски мяса по разным тайникам, чтобы вернуться за ними в будущем. Но он должен действовать быстро. Законный владелец туши созывает свой прайд. Сейчас не время для храбрости. Вскоре львы вернулись к своей добыче. В отличие от кланов гиен в прайдах, распределением пищи занимаются взрослые самцы. Альфа-самец уже наелся вдоволь, и мяса здесь хватит для самок и подрастающего потомства. Субтитры создавал DimaTorzok Многие хищники выходят на охоту под покровом ночи, и первые лучи солнца являют миру останки их жертв, а также возможности для других животных. Этой ночью хищники пировали антилопой Блесбок. Львы уже основательно обглодали ее кости, съев почти все мясо. Но здесь еще есть чем поживиться. К туши подходит необычная группа животных. Семья бородавочников. Бородавочники – единственные представители свиней, которые адаптировались к условиям саванн и пастбищ, питаясь в основном травой и корнями. Но время от времени они дополняют свой рацион падалью. Поросята скорее любопытны, чем голодны. Вскоре они возвращаются к привычной пище. В любой день эти бородавочники могут стать жертвой львов. Львы редко оставляют тушу убитого животного, не насытившись. Но в африканской саванне живут и другие, не столь крупные хищники – леопарды и гепарды, которые могут бросить свою добычу, если их спугнуть. Идеальная возможность для падальщиков. Главное – успеть до того, как набегут гиены. Не теряя времени, бурые стервятники набросились на тушу импалы, убитой и оставленной леопардом. Они мельче прочих стервятников и покидают свои гнезда по утрам на час раньше, чем другие виды. Как говорится, кто раньше встает, тому Бог подает. Бурые стервятники часто первыми прилетают к туше, пытаясь опередить своих более крупных и сильных собратьев. Орудуя длинными острыми клювами, они стараются съесть как можно больше. Они могут съедать до 300 граммов мяса в день. Ранний подъем и зоркие глаза принесли свои плоды. Но стервятники – не единственные оппортунисты, которые спешат опередить гиен и шакалов в борьбе за добычу. Из-под земли к свежей туши водяного козла выдвигается необычная армия. Все знают, что жуки-навозники скатывают шарики из навоза, которые затем прячут в своих норках под землей. Но они также одними из первых прибывают к туши убитого животного. Они тут же начинают поглощать частично переваренное содержимое желудка козла. Представители разных видов, разных размеров пришли поживиться добычей. Но их интересует не только помед. Многие навозники также питаются жиром и мясом туш. И, как и шакалы, некоторые жуки даже складывают запасы мяса в своих подземных норках. Благодаря чувствительным рецепторам на булавовидных усиках навозники часто прибывают первыми к тушам недавно убитых животных. Через какое-то время здесь соберется целое полчища разных видов насекомых. Эта туша гну уже накормила небольшой львиный прайд, а также множество крупных падальщиков. И только сейчас на ее останках начнет пировать самое большое разнообразие животного мира. От туши осталось немного. Всего лишь тонкий слой кожи, волосы и сухожилия. Армия насекомых прибыла, чтобы собрать последние объедки. Это идеальные ясли для личинок, поэтому мухи откладывают тысячи яиц во время пиршества. К туши стекается множество разных видов жуков, собирая с костей последние крупицы. Они снимают кожу с волосами, чтобы добраться до соединительной ткани под ней. Через какое-то время от туши остались только голые кости. Добыча львов также щедро накормила огромное разнообразие животного мира как больших, так и малых его представителей. Шакалы, стервятники, бородавочники и даже жуки. Насытились все. Многие животные должны спешить, чтобы урвать часть добычи, оставленной львами и гиенами. Но самые известные в мире падальщики должны набраться терпения, чтобы получить свою долю. Голодные африканские грифы уже больше суток ждут своей возможности поживиться останками носорога. За один присест пятнистая гиена может съесть количество пищи, равное трети своего веса. Этого хватит ей на неделю. Они не спешат уходить. Некогда грузный носорог заметно уменьшился в объеме. Его растерзанная тазовая кость – это результат усердной работы невероятно сильных челюстей и примоляров гиен. Чем меньше мяса остается на костях, тем острее чувствуется соперничество. При приближении альфа-самки остальные разбегаются. Судя по ее раздутому животу, она уже наелась, но продолжает поглощать столько мяса, сколько в нее влезет. К перееданию ее подталкивает инстинкт размножения. Чем больше она ест, тем больше молока производит и тем короче интервалы между беременностями. В результате она может вырастить в пять раз больше детенышей, чем самки более низкого статуса. Но никто не будет помогать ей выкармливать потомство, поэтому она не должна упускать ни одной возможности хорошо поесть. Вдоволь насытившись, альфа-самка и другие гиены высокого статуса уходят. Наконец-то очередь доходит и до молодого самца, обнаружившего носорога. Не теряя времени, он тут же вгрызается в тушу. Он предпочитает прямой подход. Рядом с тушей осталась всего одна гиена, и грифы хватаются за эту возможность. Порою даже сильнейшие хищники отступают под натиском других падальщиков. Но подгоняемый голодом, он возвращается. Он не готов так просто отказаться от долгожданной добычи. У грифов нет острых зубов, как у гиен, и они не могут проклевать толстую шкуру носорога. Молодому самцу нужно защищать только вскрытую сторону туши. Наконец, он решает, что с него хватит, и грифы начинают пировать. Весом в пять с половиной килограммов африканский гриф может поглотить количество мяса, равное одной пятой своего веса, менее чем за пять минут. В отличие от гиены шакалов, грифы редко охотятся сами. В основном, они питаются падалью. Этим молодым зеленошеем особям придется быстро учиться, как не остаться обделенными во время безумного пиршества. Но нельзя терять голову. В хаосе остервенелого поедания туши африканский гриф может оказаться в ловушке внутри носорога. Его может постигнуть ужасная участь быть заживо съеденным своими же сородичами. В борьбу за пищу вступает более крупный капский гриф весом в девять с половиной килограммов. Его шея покраснела от волнения. Как правило, капские грифы доминируют над африканскими, устрашая их своими размерами. Но через этот пернатый щит не пробиться даже таким крупным птицам. Скопом грифы быстро очистят тушу до костей, доедая все, что оставили гиены. Когда от носорога ничего не останется, многие грифы вернутся к своей испытанной стратегии поиска пищи. Они будут следовать за двумя сильнейшими плотоядными саваннами. Терпеливо выжидая, когда удача им снова улыбнется, они рассчитывают на объедки, которые после себя оставляют суперхищники Африки. львы и гиены занимают верхушку пищевой цепочки Африки. Движимые постоянной борьбой за выживание, как свое собственное, так и выживание своих семей, они убивают и вскрывают добычу, которая не по зубам большинству других хищников. Таким образом, они дают шанс выжить множеству видов животных, которые занимают менее почетное место в круговороте жизни. Субтитры создавал DimaTorzok В африканской саванне выживание одних видов зависит от смерти других. В круговороте жизни, который приводят в движение хищники и поддерживают их жертвы, наиважнейшую роль играют два сильнейших платоядных Африки. Они охотятся на добычу, недоступную для других хищников. и открывают дорогу к ресурсам, которые становятся доступны только благодаря естественному ходу времени. Эти создания, живущие в строгой иерархии, делают все для выживания своих семей. И в результате своих трудов они неосознанно обеспечивают пропитанием целый сонм других живых существ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok